Патриотическое воспитание, развитие военно-прикладных и спортивных навыков у подростков и молодежи не потеряли своей актуальности в наши дни. В этом году в Подушкинском лесу собралось 13 команд, патрулей, которые не побоялись мороза и прошли всю непростую трассу от начала и до конца. Такие игры Комитет по делам молодежи, культуре и спорту администрации Одинцовского района организовывает совместно с поисковым отрядом уже не в первый раз. Вообще любой молодой человек, юноша и девушка, конечно, они должны уметь держать в руках оружие, понимать, как оно держится, как оно применяется, для чего защищать Родину. В советские годы была выстроена стройная система этой подготовки и в итоге, соответственно, Великая Отечественная война оправдала именно вот эти государственные программы этой подготовки. Сейчас мы не выдумываем ничего нового. Мы берем то, что нашими дедами продумана вот эта система и ее постепенно-постепенно внедряем, усиливаем, увеличиваем. Особенность и главное отличие снежного патруля от других военно-спортивных игр – максимально быстрое прохождение всей дистанции по лесистой местности и на лыжах, и без значимых нарушений. При отсутствии зимней экипировки команда к участию не допускалась. На дистанции пять контрольных пунктов, два огневых рубежа, стрельба из винтовки и пистолета, метание гранат, военная топография и бивуак – умение в зимних условиях разжечь костер и высушить на огне промокшие элементы одежды, а именно командирских носков. Я, конечно, за здоровый образ жизни. Это, конечно, такая хорошая агитация, потому что здесь нужна выносливость и, конечно, подготовка очень хорошая, разжечь костер и вообще выживание в такой лютый мороз. Мы здесь все собрались, мы очень дружно сейчас проведем время и покажем, на что мы способны. Поднять дух молодежи, военно-спортивное, патриотическое мероприятие очень интересно. Ну и плюс соревновательный дух – показать, что мы лучшие, все-таки привезти кубок домой. По итогам соревнований третье место заняли ребята из историко-патриотического клуба «Генерал-1». Второе по праву досталось команде «Активная молодежь» из Ершова. Ну а победу в нелегкой борьбе одержала команда военно-патриотического клуба «Илья Муромец» из Власихи. Всем остальным были вручены грамоты и поощрительные призы. Организаторы состязаний не без основания считают, что благодаря таким играм повышается популярность военной службы, пропагандируется здоровый образ жизни, осуществляется военно-патриотическое воспитание молодежи. А участники уже сейчас с нетерпением ждут следующего снежного патруля. Дарья Сутягина, Дарья Киреева, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».